Сейчас мы реализуем алгоритм построения кода Хаффмана для заданной строки. Давайте сперва посмотрим на имеющийся наш шаблон. У нас есть класс Хаффман, у которого есть два публично-статических метода. Метод encode, который по заданной строке возвращает соответствие каждому символу его закодированной версии. И метод decode, который принимает закодированный текст и соответствие между символами в закодированной строчке. И декодирует строку. Нас будет сейчас интересовать метод encode. В процессе решения нам понадобится хранить символы вместе с их частотами, с которыми они встречаются в строке. Для этого будет использоваться структура char-frequency. Нам понадобится сортировать эти структуры по уменьшению частоты, поэтому для нее переопределён оператор меньше. Так, прежде всего мы вводим незакодированный текст. Кодируем его. Вычисляем закодированный текст для каждого символа исходной строки, преобразуя его согласно заданному правилу. Выводим размер алфавита, который был в исходной строке. И закодированный текст. После этого для каждого символа в описанном условии формате выходим его в закодированную. И выводим закодированный текст. Здесь представляет интерес только реализация функции HuffmanEncode. Эта функция принимает незашифрованный текст. Для каждого символа исходной строки вычисляет частоту, с которой он встречается внутри строки. И преобразует полученный onOrderedMap частот в вектор char-frequency. После чего сортирует его по частоте использования символов. Если в исходной строке был всего один символ, то любой разумный энкодер закодирует его в пустую строку. Потому что это достаточно, чтобы отличить его от любого другого символа. Но это не позволит раскодировать строку, так как все строки, состоящие из одного символа, будут кодироваться в пустую строку. Поэтому этот случай нужно рассматривать отдельно и присвоить этому символу, например, код 0. Мы присвоим и возвращаем результат. Теперь после вычисления массива частот можно было бы приступить к реализации алгоритма Huffman. Вместо этого мы запускаем вспомогательную функцию shen.fan.encode и возвращаем ее результат. Давайте посмотрим, что делает эта функция. По описанию она должна принимать отсортированный мотив частот и сумму всех частот. Именно это мы в нее и передаем. Прежде всего она вычисляет количество различных букв, которые встречаются в строке. Если таких букв не более одной, то она каждую букву отображает в пустую строку. Легко видеть, что это оптимальный беспрефиксный код, если количество букв у нас не преодолевает одного. И возвращает результат. В противном случае алгоритм жадно разбивает все буквы на две группы. Каждую из этих групп он по отдельности кодирует, используя функции shen.fan.encode. После этого всем буквам из первой группы вначале дописывается 0, всем группам из второй буквы вначале дописывается 1. Очевидно, что полученное таким образом кодирование будет беспрефиксным, но совершенно не очевидно, будет ли оно оптимальным. На самом деле не будет, и алгоритм Хаффмана очень часто выдает более короткую строку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!